В ходе рабочей поездки в город Калач-на-Дону губернатор Андрей Бочаров посетил строящийся корпус училища имени дважды героя социалистического труда Виктора Ивановича Штепа. Училище должно было открыться еще в 1998 году, но строительство было заморожено. Глава региона решил завершить строительство социального объекта. Первый этап был реализован в рамках подготовки и празднования 75-летия Победы под Сталинградом. В данный момент подходит к концу второй этап. Уже готов современный фасад, утеплена кровля, установлены пластиковые окна и двери. В здании выполнена внутренняя отделка, обновлены инженерные коммуникации. Работы ведутся быстрыми темпами. На данный момент у нас на финише практически все строительно-монтажные работы. Все сети имеют место быть. Это система отопления, система электроснабжения, водоотведения, система охранной защиты. То есть все, что требуется в соответствии с требованиями к зданиям учебных заведений в настоящий момент, все здесь есть. Андрей Бочаров поставил задачу сдать объект в эксплуатацию до конца года. Это будет прекрасным подарком для студентов и преподавателей к 65-летнему юбилею со дня образования учебного заведения. В новом корпусе расположатся учебные классы, музей и центр патриотического воспитания молодежи. Мы решили, что до конца 2019 года все строительно-монтажные работы будут выполнены, что объект у нас будет практически готов весь. А дальше идет уже вопрос развития. Это что? Это снос вот этих вот за мной памятников, да, бесхозяйственных, слушай, и все остальные, раз, дальше, снос всех этих объектов. Правильно? Дальше развитие территории. Дальше мы уже с вами смотрим, что здесь необходимо, вы обследовали, и мы понимаем, что здесь уже восстановление спортивного зала нет смысла, что нужно рассматривать вопрос о строительстве спортивного комплекса, уже новые мастерские, какие мастерские должны быть здесь. Ну это уже следующий там пятилетний период, в ходе которого мы должны создать планы по развитию этой территории. Потому что вопрос, связанный с развитием среднего специального образования, он будет сейчас стоять у нас на повестке, будет стоять очень активно. Поэтому училище ШТЭП является одним из таких объектов, базовых объектов, которых мы будем развивать. Также губернатор поручил проработать вопрос об открытии специальностей для нужд Волгодонского канала. Это соответствует задаче, уже выполняемому в регионе, формированию нового подхода к развитию среднего специального образования и популяризации рабочих профессий.